Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по НДФЛ при выплате среднего заработка по судебному решению. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. И в данном письме рассматривалась ситуация, когда работник обратился в суд в связи с вынужденным прогулом. Ну и в данном случае на основании решения суда работнику были присуждены суммы в размере среднего заработка за время вынужденного прогула. И возник вопрос, какие последствия возникают по налогу на доходы физических лиц. Так вот, отвечая на данный вопрос, во-первых, Минфин указывает на то, что в главе 23 Налогового кодекса, то есть в главе об НДФЛ, ничего не говорится о том, что суммы среднего заработка за время вынужденного прогула должны освобождаться от НДФЛ. В этой связи Минфин приходит к общему выводу о том, что такие суммы подлежат обложению НДФЛ в общеустановленном порядке. При этом Минфин конкретизирует обязанности налогового агента в связи с выплатой сумм за время вынужденного прогула. Так указывается на то, что в том случае, если суд разделил суммы, соответственно сумма, которая должна быть непосредственно уплачена работнику, и сумма налога, которая должна быть удержана и уплачена в бюджет, в этом случае налоговый агент обязан соответствующую сумму удержать и перечислить в бюджет. Вместе с тем, если в соответствии с решением суда не производится разделение сумм, то в данном случае налоговый агент не имеет возможности удержать налог. В этой связи в обязанности налогового агента входит письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу о том, что у него нет возможности удержать налог. И в этом случае сам работник должен будет исполнить обязанности, связанные с уплатой налога на доходы физических лиц. Таким образом, как работникам, так и работодателям необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...